Очень доброе утро! А у нас сегодня праздник День Святого Валентина! Круто! Вообще-то, то, что я сейчас мама стала, у меня вообще только мысли все на ребёнка, на ребёнка, на ребёнка. И Алекс такой, Мария, а куда ты хочешь, чтобы мы пошли в этот праздник на День влюблённых? Я такая, ой, точно! Он же вот-вот будет! Короче, я вся полностью погружена в ребёнка. Я думаю, какие там праздники? Для меня Рождество пролетело просто незаметно. Для меня Новый год пролетел просто незаметно. И тут День Святого Валентина, День влюблённых. Но это такой праздник, хотя это влюблённых. Мы же влюблены. В общем, мой любимый купил цветы. Он подумал об этом заранее. Он за несколько дней купил цветочки. Он купил позавчера. А я такая, сейчас? Так День влюблённых позже? Он говорит, я знаю, но в магазинах потом не будет вообще цветов. Поэтому он самое красивое купил. Сейчас я вам покажу. И я тоже ему заказала подарок. И я вам тоже покажу, какой это. Он очень классный, символичный. И да, мне он очень понравился. И потом, когда пришла посылка, то Алекс тоже посмотрел и говорит, Вау, это так круто, так романтично. Ну, в честь влюблённых. В общем, хочу вам показать, показать человека нашего. Привет! Малыш! А ты, Нюшка? Нам сегодня, нам завтра будет уже два месяца и неделя. Да? А сегодня нам только два месяца и шесть дней. И что это за радость? Да, мы сегодня планировали поехать куда-то. Так как это праздник, но... Так как у моей мамы всегда выходной во вторник, то она завтра будет с Наденюшкой, а мы завтра поедем на океан с Алексом. Будем целый день только вдвоём. Поедем на горки, на океан и проведём целый день вместе. Ну что это за радость такая? Что это за радость такая? Я его уже всё вот вожу в корсите и в коляске. Вот корсит, это вот такое автокресло. Видите, он в таком, как полулежачем состоянии. И я всегда, когда готовлю, то... Я его просто ставлю, и он смотрит на кухню. Посмотрите на эти волосики. Посмотрите на волосики, какие они длинненькие. А чёлочка, если посмотрите, вот чёлочку. Он родился вот с такой чёлочкой, а сейчас уже прям бровки прикрывает почти. Ещё совсем капелюшечку. И всё, совсем капелюшечку. Ну мы и так волосики. Мама так классно укладывает волосики. Ой, ты что уже пытаешься садиться? Молодой человек, вам только два месяца и шесть дней нельзя садиться. Надо садиться уже в шесть месяцев. Тебе ещё долго надо расти, долго. Даже то, что ты крупненький, тебе всё равно надо ещё расти и сидеть. Лежать. Да? Ну посмотри на маму. Посмотри на маму. На ты, Янюшка. Он уже сейчас весит шесть восемьсот. У педиатра ровно два месяца было шесть пятьсот пятьдесят пять, а сейчас уже шесть восемьсот. Два дня назад мы взвешивали. Шесть восемьсот! Да ты вообще как на дрожжах растёшь. А у кого краски, глазки красненькие? Кто спать кихозит? А кто проснулся сегодня в шесть тридцать? И всё, мы проснулись и начали подрестловать. Ты мой коварунчик. Коварунчик, коварунчик. Так, в общем, пока малышек здесь, покажу вам, хочу запечатлеть вот эту красоту. Ой, такая красота! Алекс любит всегда брать несколько разных видов цветов и потом их формировать в один большой букет. А я вот такое купила. Это с гипса, чтобы делать нашу форму руки. Мы вместе возьмёмся за ручки, опустим, и потом будет у нас как такая статуэтка из гипса. Так, всё, 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 всё. Мама здесь, мама здесь, мама здесь. Сейчас, мы тебя покорим. И ты спать, Килёша, что? Скажи. А кто ж виноват, что ты так рано проснулся, а? Всё, мы пошли. А у нас уже кто-то только что имел первый сон с восьми утра. Сколько у нас сейчас? Десять-двадцать. Всё. Открыли мы окошко, чтобы солнышко попадало, и всё. О, сейчас мы получаем солнечные ванны, да? Да, на улице так красиво, солнышко. Скажи, мы спим на животике всегда, а сейчас мама ложит на спинку, просто чтобы я полежал, пободрствовала чуть-чуть, да? Ты молодец, два пятнадцать спал. Раньше у нас вообще было так плохо с дневным сном. А сейчас так хорошо. Натанюшка растёт. Ой, как хорошо, да? Мама так положила хорошо на солнышке, да? Кстати, мы сейчас уже используем второй размер подгузников. А на ночь мы используем ночные подгузники. Потому что на тене он очень хорошо крутится, вертится. А вот обычные подгузники, которые мы использовали, которые в дневное время, то ночью, так как он спит по шесть часов, то он протекал. А сейчас мы, даже если мы и меняем подгузники ночью, вот один раз я меняю, то зато он чувствует себя прекрасно, он крутится, вертится, он может писать по-разному, и оно всё не протекает. Поэтому мы используем ночные. Да, Натанюшка? Тебе ночные не нравятся? Ещё у нас здесь камера, вот как я тогда показывала вот этот знак, как только Натаня родился. Да, кстати, нам нужно уже подсчитать, сколько дней. Тебе сколько, человек? Тебе сколько недель? Девять, наверное. Ну раз уже два месяца есть. Да, тебе девять! Ой, какой ты красивый! Как ты красиво зевал! Почему ты такой красивый? Кстати, я заметила у Натанюшки такие уже длинненькие реснички. Покажи реснички. Покажи реснички. Такие губёшки милые, красивые. Натаню! Натанюшка! Что у тебя здесь? Есть машинка. Вот машинка. Скажи, папа мне подарил. Тут открываются дверьки. Но всё чётко для мальчика. Что тут у нас ещё? А, только дверцы открываются. Вот, в разные стороны. Смотри на Натаню. Как будто летающая машина. Видишь? Посмотри, машина. Видишь? Вот. Какая красивая. Кстати, у нас уже одёжка. Давай посмотрим, покажи. У нас уже одёжка. Вот. Ой, подгузник какой хороший, набитый. Пописал маленький. Вот у нас одёжка 1-3 месяца. Уже посмотрите, как впритык. Уже еле-еле тут застёгивается. Даже при чистом памперсе. Поэтому уже будем скоро... Ну, ещё так нормально. Но уже маловат. Размер 0,3. Поэтому будем уже одевать скоро 3-6. Да? Скажи, ну, конечно, богатыр же растёт. Богатыр растёт. Ну, привет же. Как же мама тебя любит. Как же мама с папой тебя любит. А волосы, волосы. Ну, копна просто волос. А ты такой смешной. Мама просто смеётся над тобой. Всё. Не будет мама баловаться. Да, не будет. Ты, мальчик, с характером? С характером, мальчик? Ой-ой-ой. Мама хочет тебя потрогать. Ну, пойти. Скажи, смотри, как у тебя рукавчики... Ручки выросли, а рукавчики короткие стали. Ну что? Всё, полежал? Я тебя оставляю, да? Ты, если что, поиграешься сам с собой. Я его иногда оставляю, вот, чтобы он сам развлекал себя. Тут смотрит всё вокруг, в окошко, на игрушки. И всё. А я пока успеваю что-то приготовить. Ну, или просто занимаюсь своими делами, пока он лежит. Но сейчас я уже вижу, что ему не очень нравится. Поэтому я его возьму и буду возить в корсите в автокресле дома, в коляске. Он тогда в полулежачем состоянии смотрит. Дой, скажи, ну, мама, ну поднимай меня. Всё, пойдём. Красавчик наш. Красивый, самый красивый. Всё, идём, идём. Не, ну это надо. Вот так он спит. А вот это вот так положишь и посмотришь, как человек растёт. Да, мы только что зарядку сделали. Кстати, хотела сказать, что Натэни уже переворачивается. Когда он на животике лежит, он может переворачиваться. Однажды он перевернулся прям при Алексе. Алекс был свидетелем. Да? А ну-ка переворачивайся туда, на животик. Нет? Скажи, на животик я ещё не умею. А вот с животиком на спинку вот у меня выходит... Кти-ки-ки-ки-ки-ки. Ну, кто там? Кти-ки-ки-ки-ки. 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 Ну, что это за милость? Что это за нежность такая? Посмотрите. Он руками... Он... Рука застряла. В бедре. Моя рука уже вышла. Я вижу тебя. Давай, Тенни. Аккуратней. Короче, мы... Я думала, что мы сломаем это... Что? Трошки сломалась? Нет. Короче. Вау. Это селькой. Сейчас мы будем степ ту. У нас на Тенниел сейчас спит уже ночь на дворе. Уже 9.35. Он уже час спит. Вот. Сейчас гипс размешаем и вольем в это ведро. Ну, это было круто. Только надо было вот это стоять вот так. Короче, да. Это надо было примерно 15... Нет. Минут 8 мы стояли. Там в инструкции написано холодная вода. А когда мы покупали такое же самое инструкцию для деток, именно маленькая доза была такая, маленький судочек, то там написано было теплая вода. Тут же помешала, тут же ножку вставила или ручку детскую, и все. А тут, выбачивая, такую бодяку срабыть. И еще и просит холодную воду. Хорошо мы додумались с Алексом сделать не холодную-холодную, а прохладную. И мы стоим-стоим. Уже просто не имеет рука. Думали, как бы его вытащить наконец-то. Вытащили. Прям с колечком. Все прям как будет, прям как реально рука наша. Короче, мы уже дождемся завтра. И завтра уже посмотрим, какая красота выйдет. Вот это у нас будет статуэтка. Будем помнить день или бульонный. Класс. Что там нашли? Палец? Пальчик. Надо аккуратно. Ой, я еще нашла. Как-то жутко. Нет совсем. Как будто в раскопках где-то ковыряемся. Ух ты. Ой, я вижу свои. Ой, смотри, как камень покрылась. Ну, они давали такую наждачку. Да? Такой sandpaper. Вау. О, как интересно. Хи-хи-хи. Вау. Ого, как круто. А где кольцо? А, вот оно. О, вау. Ну, просто там какая-то бульбочка еще. Ох ты, смотри. Еще чуть-чуть подкорректировать надо. Этот силикон убрать. Смотри. О, смотри, твое колечко. Ого, как круто. Твоя рука вообще четкая. Ого, у меня такие пальчики. А у меня такая рука. Аж венка видна. Ого. Ого. А вот эти пузыречки. Вот оно. Пришлось еще. Еще в наборе есть такая sandpaper. И мы его будем шпаклевать. Вот это. Вау. Такое тяжелое. О, вот еще. О, вот. Этот. Вот это класс. Тебе нравится? Да, интересно. Очень круто. Только его чуть-чуть надо подкорректировать, да? Ну, этим не я буду заниматься. Класс. Класс. Ну, реально прям. Прямо каждая складочка видна. Смотри. Вау. Очень круто. Все, Мария прям пошла. Класс. Класс. Как интересно. Очень круто. Это супер классный подарок. Надеюсь, влюбленных. Ммм. Класс. Класс. А что наш маленький делает? Класс. 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 Привет. пьет